Белый дым посвящается маме. Белый, белый дым на серое индига. Небо бесконечного тянется, течет. А над ним луна, золотая книга, Золотыми буквами облако сечет. А под ними лес, ровненький, пушистый, Золотой дорожкой убегает вдаль Одинокой птицей, словно небылицей. В небесах искрится немая печаль. Талантливый парень, он с детства писал стихи, рисовал. У него в этом сборном и стихи есть, и музыку сочинял. И очень жалко, очень жалко, что он погиб. Я приду утром солнцем, Я приду вечером луной. Ты верь, родная, всегда и везде. Я с тобой всей душой. Я польюсь дождем и смою Твои слезы с ресниц. Вот это стихотворение. Его гибель, боль родителей. Вот я написал. А первыми читателями стали бойцы СВО, Потому что мы поехали, Я 400 экземпляров взял, тираж. Тираж полный, более тысячи экземпляров. Там просто командир сказал, Я людей собирать не могу, это слишком рискованно. Это и для нас было бы рискованно, Потому что везде сразу под деревья. Леса сразу загоняются под деревья. А там степь. Там, если дрон засекет, нигде не укроешься. Там два наших полка. Это мобилизованные. Три батальона, которых я знаю. И еще есть. На трех встречах всегда было слышно звуки взрывов. Да, вдалеке. Ну, кто его знает. Там, например, самый близкий нам сказали, Мы в 10 километрах от фронта. Это даже для ствольной артиллерии не расстояние. Там генерал Маестеренко, Владимир Викторович, ездил. Он награды выручал. И вот парнишка, Для меня он, наверное, парнишка. Я уже в возрасте. А так-то он, мужчина, лет 30, наверное, С палкой выходит на награждение медалью за отвагу. Потом я с ним разговаривал. Говорю, а что? Не в санчасти. Нет, говорит, Я уж с ребятами. Потом я у нее спрашиваю, За что медаль? Да, говорит, за работу. Там много не говорят. Ну, и, естественно, Это не то место, Где можно много говорить. И вот у меня есть фотография С ребятами из Тукаевского района. Один командир роты, Другой командир связистов. Посмотреть на их лица На этой фотографии. И можно верить, что мы повидим.